Друзья, всем доброе утро. Сегодня с 11 августа 2022 года. Рыболовный клуб Симбухова вас всех приветствует. Находимся сейчас на территории общего водоема. Есть у нас поимочка. Как раз я подошел вовремя. Зачетный карпик у нас попался. Уже готов к потреблению, без чешуи. Хозяин этого улова у нас Роман. Роман, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Занимается он экзекуцией. Немножечко отвлечем его. Ром, за делом. Или подождем все-таки. Давай. Ну давай, говори быстрее ты, как рыбалка проходит с вечера. С вечера донщики надрали мне задницу до утра. Звенело у всех. Поплывки мои были мертвые. Ну с рассветом я делаю донщиков. Я сначала не понял. Это ты имеешь в виду рыбаки, которые были с донками? Или по своим удочкам? Поплывки мертвые нет. Вот донщики, вот Леха начал. Вот берег звенел. Суна же хорошо. Я поклевки не видел. Я не 4 до 5, ну когда уж такой нормальный рассвет. А сейчас все спят, кроме поплывочников. Кроме Романа. Кроме поплывочников. Ну смотрите, друзья, очень интересно. Ром поднял тему, потому что часто задают вопросы и вновь прибывшие, и как бы наши постоянные посетители, что лучше поплавочка, либо донка. Вот как-то вот нет конкретного приоритета. Бывает, как тут, что происходит, почему-то. Ловить правильно. Давай рассказывай, как ловить правильно. Ну не закинул и спать лёг. Это уже та же донка. Это же частная точка. Ну почему я и донки не люблю, чтобы поплавок легче кормить, правильно? Ну наверное да, я не знаю. Я не настолько специалист. Ну из моих наблюдений всегда будет клевать, если в этом месте есть рыба. Вот если в данном месте тут нет, хоть корми, хоть что делай. Ты её не поймай. Потому что я не знаю. Ты имеешь в виду не вообще в частности водоём, а место то, что рыба подошла. Место вот, может в 10 метрах стоять. Да, просто некоторые, которые будут смотреть, могут понять, что если нет в водоёме рыбы, Рыба есть, друзья. Именно локации вот где находишься. Там хоть ты мешок высыпь. Всё интересно рассказал Ромашка. Давай немножечко на что ловишь. Я каждый раз говорю, на опар с кукурузой. На самом деле так и есть. А вот у меня вторая уточка вытащена. У тебя тоже же поимка была, раз вторая уточка вытащена? Ну вот опарыш остался ещё. Ну да, была, была. Ты чисто опарыш или опарыш с кукурузой? Ну я с рыбы снимал, вот покажу. Вот, даже старая опарыш оставляем, вот эти сопли. Спокойно, спокойно. Держите свои, можете присидеть. Берём кукурузинку. Так. Раз. Опарыш есть. Ну и парочку, троечку. Ну возьмём парочку. Мало. Замыкающее звено. Ну, для себя, как говорится, вот, подходишь к ведру, не глядясь. Небольшой. Кто подумает, вкус какой-нибудь рулит, не глядясь. А, вот так вот. О, кориандр. Два пшика, как в своё время дихлофос люди пользовались. Ну это для себя, я считаю. Ну, типа такое твоё нау-хау, так скажем, небольшое. Ну вообще, ну как-то я должен выразиться был. И сидаем. Осторожно, поехали. И вот подальше. Всё забросили. Ром, ты всё у нас сегодня вообще просто молочина. Всё рассказываешь, всё показываешь. Ну по итогу ты что наковырял-то там? Блин, ну не знаю. Ну можешь не доставать садок, так ты мне можешь сказать носки. Я рыбу ещё не снял. Всё равно, всё равно. У меня вся рыба не снял. Хочет показать. Садок у тебя на том берегу заканчивается? Да. Вот, видно? Не знаю, сейчас сколько буду туда идти. Рыба есть. Рыба есть, да, немножко дальше не полезно. Это я провалился. Всё, отлично. Ром, спасибо тебе большое за комментарии. Рад видеть твоё счастливое лицо. Я вот приношу извинения. Блин, таблетки забыл тебе вчера головой принести. Оно ночью не очень было счастливое, кстати. Ну вот днём лучше становится, да? Ну когда рыба клюёт всегда. Ну понятно. Ну всё, спасибо, закругляемся на этом.